Борис Леонидович Шинчук, вы тут упомянули этот памятник. Пожалуйста, Борис Леонидович, ответьте Александру Юрьевичу. Тема, где мы почти во всем едим. Не случайно, Владимир Евгеньевич Шинчук, у меня вообще привычные лекции читать стоят. Знаете, дело в том, что каждый из ветеранов, а их около тысячи осталось, участников войны, каждый из них уже герой, каждый заслуживает памятника. 293, 294, сейчас там вот тема эта обсуждаема, герой Советского Союза. Конечно, каждому из них надо бы поставить памятник. Ну и, конечно, в отношении Сталина, но для меня спорная фигура, это просто лично для меня, я хочу сказать свою позицию, я уже говорил об этом, никто не мешает создать свой комплекс, создать проект, обсудить его с города, поставить где угодно. Когда вставили, ползовутся. Не надо меня перебивать, Саш, ну я же сегодня перебивал, дорогой. Значит, в парке 82 гектара, занято примерно где-то гектаров 15, можно поставить все угодно. Когда ставилась аллея, посвященная Дням воинской славы России, это был мой проект, моя задумка, и поставил я свои личные деньги, весь проект. Можете позволить себе. Ну, Сталин, у меня просто не было в этом. Другие такие же достойные, сейчас эта линейка заполнена. А в другое место, конечно, обсуждайте, ставьте все, то, что он был человеком, который командовал во время войны. Мы писали, четыре раза мы писали. Мы четыре раза писали, позевайте по землю и поставили в адресу. Я бы не против ставьте, да, я бы не против ставьте, да. Не против ставьте. Просто я бы радею, славу России сказали. Продолжение следует...